Здравствуйте! Итак, детский игровой набор кубиков Арифметика от ООО КФИ Энергия Плюс. Кстати, если вы вдруг пропустили, то у меня на канале есть видео с распаковкой данного набора. Ссылку на него я оставлю в описании. Вы можете увидеть первоначальную внешность товара, услышать первые впечатления, да и просто составить общее мнение. Надеюсь, что вам это будет интересно и вы обязательно поделитесь со мной в комментариях своими мыслями. И раз уж я буду вести речь о кубиках, то думаю, что стоит сообщить, что у меня на канале есть и другие кубики, а именно с буквами, то есть алфавит. С ними есть как распаковка, так и полноценный обзор. Ссылки на эти видео вы тоже найдете в описании. Поэтому, если вам ближе эта тематика, то обязательно переходите и смотрите. Там вы увидите другого производителя, другое исполнение, другую расцветку и так далее. Таким образом, вы получите возможность все сравнить и выбрать подходящие именно для себя. Если же вести речь именно о компании KFE Energia Plus, то это киевская фабрика игрушек, которая имеет широкий ассортимент логических, развивающих и познавательных игр для детей. Тут можно найти настольные игры, логические головоломки для детей разных возрастных групп, пазлы, пирамидки, конструкторы, кубики и многое другое. И в данном случае, согласно штрих-коду, товар изготовлен в Украине. Продукт принадлежит к средней ценовой категории. Мне кажется, что это связано непосредственно с видом игрушки. Так как кубики – это более-менее долгоиграющий вид активности, то взрослые готовы инвестировать в них больше денег, чем во что-то краткосрочное. Только для новорожденных, например. Однако, в то же время они не являются высокотехнологичным товаром с чипом, программированием и тому подобное. Поэтому, запросить за кубики баснословную сумму, конечно, можно, но вряд ли найдется много желающих. И в итоге получается, что цена где-то посредине. Теперь немного о самих кубиках. В комплект входит 12 штук. Изготовлены они из бумаги и полипропилена. То есть, верхняя часть, где напечатаны цифры и знаки, изготовлена из бумаги. А вот уже то, на что они наклеены, изготовлено из полипропилена, то есть пластмассы. Но то, что отличает именно пропилен, это то, что он не боится изгибов, высоких температур, растворителей и так далее. А чем более устойчивый материал для детских игрушек, тем лучше и надежнее. По большому счету, больше никаких особенных, уникальных именно для этого товара характеристик производитель не предоставил. Так что, давайте переходить непосредственно к моему опыту использования данного товара. И начну с того, почему у нас появился еще один набор кубиков, только в этот раз уже с цифрами. Дело в том, что их можно использовать во вполне традиционном смысле. То есть, например, для строительства башни. А можно и указать, если ребенок не заметил, что на кубиках изображены математические знаки и цифры. Кроме того, возле каждой цифры изображено соответствующее количество яблок. Сначала происходит знакомство ребенка с новыми знаниями, цифрами и математическими знаками. Потом он их запоминает. На втором этапе уже можно просить показать определенную цифру или найти интересующее вас количество яблок. Каким образом тренируется память, а заодно и развивается. Затем можно изучать простые арифметические действия. Сложение, вычитание, сравнение. И вот так, играя, малыш разовьет пространственное представление, логическое мышление, память, мелкую моторику рук, научится находить нужные изображения среди других, а также расширит кругозор. В общем, данный набор показался мне хорошим вложением средств и в итоге так он и оказался у нас. В первую очередь хочу отметить его вес. Все кубики чрезвычайно легкие. И каждый в отдельности, и все вместе. Ребенку вообще не составляет никакого труда перемещать все целиком. Так что с задачей справится и совсем нетренированный малыш. Далее о качестве. Оно мне кажется тут получше, чем у кубиков с буквами. Верхний бумажный слой достаточно плотный. Он гладкий и как будто со специальной глянцевой структурой. Для тактильных ощущений тут все очень приятно и нераздражающе. Складывается впечатление, что производитель все-таки взял не первый попавшийся лист, чтобы на нем все напечатать, а все же выбрал материал с учетом дальнейших механических воздействий на него. Поэтому претензий к бумаге у меня нет. Пластик здесь использован черного цвета. Он твердый и под руками не прогибается и не пружинит. Углы четко обозначены, однако все же слегка скруглены с тем, чтобы уменьшить опасность получения различных травм. В общем и целом, все функционально и максимально просто, без каких-либо излишков. Что касается соединения этих двух элементов, а именно бумаги и пластика, то оно тут также на порядок лучше, чем у кубиков с алфавитом. Конечно, отдельные углы и тут загибаются, но это происходит в гораздо меньшем количестве случаев, а кроме того, с гораздо меньшим размахом. То есть, это действительно касается только кончиков изображений. И что характерно, больше такая площадь не становится. Это значит, что если даже ты пальцем цепляешь загнувшийся кончик, то весь он дальше не тянется и, соответственно, изображение все больше и больше не отклеивается. Мне это очень импонирует. Так что, все же стоит отметить достаточно качественную работу производителя в этом аспекте. Конечно, не идеальную, но тем не менее на приличном уровне, где все-таки об эксплуатации именно детьми, подумали. Теперь непосредственно о качестве изображения. Оно тут хорошее. Все рисунки четкие и без размытых границ. Краски яркие и легко идентифицируемые. Покрытие равномерное и не содержит каких-либо пропусков. Ни одна из красок на руки не переходит, да и любые другие поверхности также не окрашивает. Со временем цвета не теряют в своей интенсивности, не выцветают, не линяют и друг с другом не смешиваются. В общем, сколько бы ни прошло с момента покупки, а внешний вид точно такой же, как и в начале. Ну и под конец несколько слов о впечатлениях ребенка. Они только положительные. Ему все нравится. Причем эти кубики ему гораздо интереснее, чем кубики с буквами. Малыш обращается с игрушкой достаточно бережно, поэтому никаких негативных реакций я у него ни разу не наблюдала. У него ни разу не возникало проблем с распознаванием цифр или знаков. Не было отторжения, когда он брал кубики в руки. Не было недовольства, если не все края максимально плотно прилегают к основе. В общем, ничего, что было бы похоже на недовольство, за все время не было. Зато была заинтересованность в игре, желание проверить не только свои знания, но и знания окружающих, а также удовольствие от процесса. Причем, что на мой взгляд немаловажно, Кроха сам периодически предлагал поиграть с цифрами. А если ребенок самостоятельно и неоднократно решает чем-то пользоваться без предложения со стороны, то это обозначает, что вложение средств было удачным и не напрасным. Самое время делать выводы. Они целиком и полностью положительные. Кубики имеют среднюю цену, что делает их более-менее доступными. У них вполне приличное качество, хотя от мелких изменений внешнего вида, например, слегка загибающихся кончиков, никто не застрахован. Игрушка имеет большое значение для развития всевозможных умений, навыков и знаний у ребенка. При этом она рассчитана на достаточно большой временной промежуток. Ведь играть с цифрами можно не то, что не один день, а и не один год. Качество исполнения кубиков позволяет не тратить колоссальное время на поддержание их в рабочем состоянии. Дети самого разного возраста могут найти этому товару применение, причем не только по прямому назначению. А раз здесь столько всего полезного и лишь небольшая толика абсолютно не критических замечаний, то я рекомендую данный продукт к использованию.